Приветствую всех подписчиков и гостей канала. В единственном субботнем матче 37-го тура испанской премьеры Алавис минимально переграл Хитафи и обошел соперников таблицы, поднявшись в ее верхнюю половину. Самый результативный матч тура получился между Вильреалом и столичным Реалом. Уже к перерыву гости влип с более чем комфортным преимуществом, но в дебюте второго тайма Сарлоту понадобило всего 8 минут, чтобы восстановить паритет в счете и в итоге оформить голевой покер. Барселона без проблем обыграла другого представителя Матрида Рая Вальякана. Уже на третьей минуте счет открыл Роберт Ливандовский, а в середине второго тайма вышедший на замену Петри оформил дубль, доведя счет до крупного. Жерона уверенно переграл на выезде Валенсию благодаря результативным действиям Виктора Цыганкова и Артема Довбика и укрепилась на третьей позиции, оторвавшись от Атлетика, который весьма неожиданно в родных стенах был разгромлен Асасуной, вследствие чего за тур до финиша уже распределены все места в топ-семерке, то есть в Еврозоне. Пятая позиция остается за Атлетиком из Бильбао, который уверенно переграл дома Сивили, дважды поразив ворота соперника еще в первой половине стартового тайма. Андалузцы же потерпели третье поражение к ряду, оказавшись за пределами даже первой десятки. В очной борьбе за шестую лигропейскую строчку Элса Сидат уверенно переграл на выезде Бетис, дважды поразив ворота соперника в дебюте и на финише первого тайма. Внизу таблицы тоже уже все решено. Кадис официально покинул элиту, разойдя с безголевым миром с Лас-Пальмосом, продлившим безвыигрышную серию до 13 матчей, в то время как Мальорка, Товидзата уступая в счете, завершила результативной нищей домашнюю встречу с Альмиреей, благодаря чему сохранила уже недосягаемый отрыв от Кадиса в 4 очка. Сельта добыла выездную победу в гостях у гранаты, дважды поразив ворота соперника в течение трех минут в середине второго тайма. На финише основного времени хозяева сократили разрыв до минимума, а на седьмой добавленной минуте имели возможность уйти от поражения, однако Антонио Пуэрто снилизовал пенальти, нанеся удар в перекладину. Заключительный тур Ла Лиги не несет какой-либо турнирной нагрузки. В центральной встрече Риал Соседат примет мадридский атлетико. Лас-Пальмс попробует прервать длительную серию удач в домашнем матче с Алависом. В противостоянии аутсайдеров сезона Альмирия сыграет с Кадисом, а завершится тур матчем с вся интересной вывеской Севилья Барселона. Впрочем, за последние четыре личные встречи Каталон содержали 4 победы с общим счетом 8-0, в прошлом сезоне разгромив андалузцев и дома и в гостях. Посмотрим, что получится на этот раз, ведь Севилья находится далеко не в лучших кондициях даже по сравнению с прошлым сезоном. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!